Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Я хотела бы обратиться к нашим гражданам. Многие считают, что политика это где-то далеко, это что-то, что их не касается, что-то, в чем они не могут участвовать или не должны. Я хочу сказать, что это не так, что политика это все мы, это наши активные действия. Если у вас под окном ждут мусор, не надо это терпеть. Не молчите. Если не ценят ваш труд, не надо это терпеть. Любое ваше высказывание, даже маленькое, оно имеет вес. А когда нас много, когда мы все вместе выступаем за одну идею, этот вес увеличивается многократно. Поэтому я хочу сказать, что, пожалуйста, не думайте, что от вас ничего не зависит. От нас многое зависит, особенно если мы вместе, если мы объединяемся. Пожалуйста, если у вас есть какие-то проблемы, идите в власти, говорите об этих проблемах, просите, не стесняйтесь. Не стесняйтесь сами становиться депутатами, баллотироваться на выборах, становиться наблюдателями. На самом деле вы правильный вопрос ставите, потому что для наших людей очень непривычно как-то вообще высказываться против, что-то просить, уже вроде как с протянутой рукой. Это все стыдно, это все неловко. Это нормальная, абсолютная ситуация. Вы должны привыкнуть, отстаивать свое мнение, иметь свое мнение. Хватит уже прятать голову в песок. Конечно, не надо перекладывать ответственность на других. Если вы молчите, значит решать за вас. Это не скромность, это перекладывание ответственности за свою судьбу, за судьбу своих детей на других. Пожалуйста, давайте прекратим так себя вести, высказывать о всех проблемах, которые есть. Если не хотите, не можете лично, можно в социальных сетях. Каждую субботу, пожалуйста, приходите к памятнику Пушкина, два часа. Будет здорово, если нас тут будет хотя бы в 3-4-5 раз больше. Спасибо большое. Всего доброго. Можно ваше? Так, давайте. А снимите масочку, а то будет плохо слышно. Да, я сниму, и я просто хочу сказать, что маску принципиально не ношу. Но это маска. Это маска протестная. Это маска за свободу нашего любимого лидера. Здесь очень много собралось платошкинцев. Вот, это символ нашего движения. Теперь уже партия организовывается. Но я хочу сказать, во-первых, поприветствовать всех. Я выпала из этого процесса. 4 субботы не присутствовала. Очень огорчалась. Но понятно всем, по какой причине. По причине того, что я болела. Болела той болезнью, которой все боятся, все трясутся и говорят, ничего страшного нету. Просто нужно поднимать иммунную систему. Никому, кроме себя, мы практически не нужны. Поэтому забота, как и в той поговорке, да, дело утопающего и спасение его только самого. Какие же симптомы у вас были? Симптомы? Просто, вы знаете, я ковид-диссидент. Я сама медицинский работник в прошлом. И понадеялась на то, что иммунная система моя выдержит. А получилось, что, ну, наверное, перестраховалась. И получилось, что процесс опустился глубже. И определили у меня, хотя никакого, те, как два раза, которые мне брали мазки, они оказались, похоже, ложными. И никакого коронавируса у меня не было обнаружено. Хотя в крови появились антитела. А антитела говорят о том, что процесс был. Но, дорогие мои друзья, соратники, единомышленники, в общем-то, я пришла сказать не о себе, а о нашем дорогом и любимом Николае Николаевиче. Я смотрела все события, и особенно последние, у меня не было возможности поприсутствовать там. И об этом бесчинстве, беспределе, об этой ангажированности судей и прокуроров, у которых власть только их власть. А мы для них абсолютно никто. И вот те безобразия, которые творятся с Николаем Николаевичем, более того, это человек с повышенным чувством справедливости. Он сам кремень, улыбчивый. Но я представляю, как трудно ему, абсолютно человеку, без вины, которую даже доказать не могут. Не только потому, что он сам знает, что он не виноват. Никто ее доказать и подтвердить не может. А его постоянно продлевает ему наказание. Вы представляете? Это вообще, это да, да, и не только, да. И это действительно на сегодняшний день беспредел и бесчинство, и беззаконие, оно продолжается. И если мы, если мы останемся равнодушными, я вот стараюсь каждый раз хоть одного человека привести с собой. Хоть одного. И если каждый из нас приведет хоть одного, нас будет в два раза больше. В следующий раз в четыре раза больше. И так дальше. Потому что люди в большинстве своем, они пассивны. Они думают, что меня не касается, как правильно, Павел, вы говорите, голова в песке, хатокрайники я называю. Моя хата с краю. Меня это не касается. Посмотрите, что творится с нашими детьми. То дистанционное обучение, которое навязывают нашим детям. Дай бог здоровья и почет этим женщинам, которые вышли отстоять своих детей. Потому что образования у нас нету, его хотят вообще свести к минимуму. Медицины у нас как таковой нету. Я проработала 20 с лишним лет в медицине. И хорошо помню, как было раньше. И те прививки, вакцины, которые нам предлагают, ни в коем случае, потому что они не апробированы. Там непонятно, какая субстанция. Конечно, тоже так же, как и все мы, единомышленники, сокрушаются. Что все, что творится у нас, вот этот беспредел, вот это вот беззаконие. И порой опускаются руки. Но вот когда видишь глаза единомышленников, это окрыляет, это заряжает, это дает силу. Но к тем, кто не с нами, я хочу обратиться к выражениям, ну, кого-то из известных и великих не могу сейчас сказать. Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев. Давайте не допустим того, чтобы с нами произошло вот все это. Только наша активность, только наше внутреннее состояние к этому приведет к тому, что мы, объединившись сейчас, и настало вот здесь те, кто до меня выступали, говорили, что самое важное, самое главное объединиться. Я, например, объединила свой подъезд. У меня они приходят тоже, меня не было, они сюда приходили. Немного. Кто-то закрывает двери, а кто-то прислушивается. Но если мы не будем давать информацию, все будет на том же месте. Золотые слова, спасибо вам. Помните об этом. Всех благ, всем удачи и здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok